Добрый день, дорогие друзья. Лесные пожары. Просто почувствуйте разницу. СССР, 1976 год. Работников охраны леса уберечь его от огня. Тракторный грунтомёт для тушения лесных низовых пожаров создан в Ленинградском научно-исследовательском институте лесного хозяйства. Он приводится в действие от двигателя через вал отбора мощности. При дальности метания в 30 метров ширина защитной полосы достигает 20 метров. Грунтомёт с одинаковым успехом можно использовать в беломошниках, брусничниках и других типах сосновых лесов. При изменении дальности метания грунта создаётся защитная минерализованная полоса шириной до 6 метров, которая надёжно преградит путь огню. В лесу обнаружен пожар. Теперь уже не человек с лопатой, а могучая неутонимая машина будет вести борьбу с огнём. 76-й год. Сколько времени было у властей, чтобы взять это всё на вооружение, чтобы изобретение стало массовым, чтобы каждый регион обладал соответствующим парком техники. И вот путинская Россия. Как говорится, почувствуйте разницу. Вот группу спасателей привезли вместо борьбы с огнём. Они обустраиваются. Там появляется у них палаточный лагерёчек небольшой. Потом они берутся за дело. Как бы экипировка у них модная. Слава богу. У авиалесоохрана. Замечательно всё. Но большая часть работы проводится в ручном режиме. Они используют бензопилы. Они используют лопаты. Техники никакой и рядом нет. Изредка какое-то тушение производит. Авиационная техника. И всё. Это точно не шестиметровая защитная полоса, не правда ли? Сколько это? Полметра? Полметра. Копают вручную. Знаете, мне стыдно это смотреть. Мне просто стыдно это смотреть. Мы катаем рулет. Рулет его. С начинкой. Не, мужики-то молодцы. Работают. Они не виноваты. В том, что деньги, которые выделялись все эти годы на борьбу с лесными пожарами, потраченные неизвестно куда. Не, серьезно. Вот это вот то, что мы сейчас наблюдаем. Это современная борьба с лесными пожарами. 2021 год. 21 век. Еще раз. 70... Какой там? 76-й или 78-й год? 76-й год. Лен Научфильм по заказу Государственного комитета лесного хозяйства Совета министров СССР. А у нас сейчас что с лесным хозяйством? А, у нас пришел эффективный частный собственник, правильно? Рекордные, самые большие в истории лесные пожары охватили Дальний Восток, Сибирь. Путин туда, конечно, не полетит. У него же есть полномочные представители. Само слово, понимаете? Полномочный представитель президента. Это очень серьезная должность. Представляешь президента со всеми полномочиями. Ты можешь принимать практически любые решения. У тебя только ядерной кнопки нет. Но в регионе, в федеральном округе, у тебя все карты на руках. Ты важнее любого губернатора. Вы знаете фамилии этих людей, полномочных представителей? Ну вот сейчас по Северокавказскому федеральному округу назначен знаменитый Юрий Чайка, бывший генпрокурор. Его сыночек является мусорным королем в России. Вы эту фамилию, наверное, знаете. Всех остальных, кто это вообще? Кто эти люди? И вот сейчас один из них, некто Трутнев, прибыл туда и наговорил потрясающие слова о том, как надо бороться с лесными пожарами. Важно не только тушить, важно предотвращать, особенно предотвращать заход пожаров на жилые территории. Вот в этой связи, конечно, мы видим сейчас по дороге, там есть такие полосы разрыва, которые могут когда-то удержать пожар, когда он идет низовой по траве, а могут и не удержать, когда как-то случилось здесь, к сожалению. Могут удержать, могут не удержать, надо не только бороться, надо предотвращать. Красавчик, просто красавчик, друзья. В этом году первый ролик по теме лесных пожаров у меня был опубликован в конце марта, в начале апреля. В мае стало понятно, что лесные пожары будут очень масштабные, я об этом делал ролики, вы это видели. Сейчас середина августа. И в середине августа он говорит, надо предотвращать. Слушайте, это не лицемерие, это что-то за гранью. В русском языке просто нет таких слов, может быть, я их просто не знаю, может быть, это матерные слова. Обычные слова здесь уже не подходят. Это что-то запредельное. Когда полномочный представитель, вице-премьер Юрий Трутнев, главный по Дальнему Востоку, заявляет, ну, как бы, ребят, надо, конечно, бороться, надо предотвращать, не сомневайтесь, денег мы вам выделим. Но говорится это в середине августа, когда у нас уже выгорело 7 миллионов гектар, уже скоро будет 8 миллионов гектар, это колоссально. И люди с кирками и лопатами пытаются соорудить защитные полосы. А где техника? Где техника? Поэтому я считаю, что все населенные пункты в пожароопасных территориях должны быть превентивно защищены. Не когда уже пожар горит, а заранее. И в этом отношении они просто должны отстоять от леса на минимум на 150 метров. Он много всего интересного заявил. Первое. По дороге есть полосы разрывов, которые могут удержать пожар, когда он низовой идет по траве, а может и не удержать, как случилось здесь, к сожалению. Поэтому я считаю, что все населенные пункты пожароопасных территорий должны быть превентивно защищены. Не когда уже пожар горит, а заранее. В этом отношении они просто должны отстоять минимум на 100-150 метров. Переводим это на русский язык, то, что мы только что слышали от него. Лес вплотную к населенным пунктам должен быть вырублен. Населенные пункты должны быть защищены 100-метровой пустотой. Тогда пожар к ним вплотную не подберется. Что это означает? Это означает, что государство ожидает в ближайшие годы повторения таких же масштабных лесных пожаров. То есть, если населенные пункты окружены лесом, это не значит, что они сгорят. Если малейший очаг возгорания будет сразу же тушиться авиационной техникой, которая есть, то никакой угрозы не будет возникать, никаких защитных полос делать не надо. То, что мы видим сейчас на Дальнем Востоке, это называется, дорогие друзья, разгильдяйство и отсутствие профилактики. Если бы малейшие возгорания сразу, эффективно, быстро, оперативно тушились, этой ситуации бы просто не было. Нужно просто убрать лес, раздать его по нуждам муниципалитетов, жителей. Может быть, будут построены дома, какие-то общественные пространства. Нужно создать механизм, который позволяет спокойно передать людям на дрова, на строительство, на что угодно. А чистить эти площадки мы готовы в рамках программы по развитию Дальнего Востока. Ты вице-премьер, ты пол-предпрезидента, у тебя все карты на руках. Так подпиши прямо сейчас постановление, что на расстоянии 100 метров от каждого населенного пункта местные жители имеют право рубить себе на дрова все, что угодно. 100 метров от населенных пунктов очерчиваем. Пожалуйста, валите лес сколько угодно, бесплатно. Нет, мы обсудим, мы пообещаем, рано или поздно это разрешение вы получите. Вот это степень эффективности нынешних эффективных менеджеров. Хочу поблагодарить жителей, прежде всего Айсена Сергеевича, имеется в виду губернатор Якутии, тот самый, который допустил эти беспрецедентные лесные пожары, министерства чрезвычайных ситуаций, потому что смогли в целом отстоять село, отсечь тот язык, который прошел. То, что мне сейчас Айсен Сергеевич говорит, что к 15 октября будет принято решение о том, чтобы построить новые дома для людей. Это очень здорово, правильная оперативная работа, мы ей будем помогать. Они к 15 октября, к началу, это Якутия, ребят, это полюс холода северного полушария. Аймекон находится в республике Якутия. Это самые холодные места в нашей стране. В середине октября там уже будет мороз. К 15 октября не будут построены дома, будет принято решение, вы не путайте. Дома вам никто не построит, они решение примут. И года, может быть, через два, если вы доживете, вы что-нибудь получите. Вы знаете, я когда размышляю об этой ситуации, размышляю о том, что говорят чиновники, у меня закрадывается такое подозрение, а не спецоперации ли это? Ну вот представьте, мы много слышим разговоров о том, а давайте всю страну превратим в 15 агломераций. Сгоним население в крупные города, ну вот как Москва и Московская область, это уже практически гигантские городища. Питер и Ленобласть. Ростов, Краснодар, Сочи, огромная ростовская агломерация. Ростово-Сочинская. И вот так вот, 15-20 крупных населенных пунктов, а не какие-то деревни, которые тяжело, там газ туда тяжело проводить, дорогу тяжело проводить, водопровод, что-то электричество. Это все нам не надо. И мы делаем вывод, слушая такие все планы, разговоры, проекты, что, возможно, цель-то зачистить территорию, потому что если в деревнях, в селах никто не живет, никто не заметит и не помешает, и не возмутится, варварским черным лесорубам, нефтяным разливам, варварской добыче угля, металлов, алмазов, что угодно открытым способом. И это развяжет руки олигархическому бизнесу. Территория станет абсолютно ничейной. Зачистка страны от русского населения. Нас согнать в крупнейшие агломерации, вокруг этих агломераций построить мусоросжигательные заводы, резкий всплеск онкологии, все, до свидания, русское население. До свидания, страна, все. И вот когда мы слышим, что сейчас вся Якутия сгорела, соответственно, людей будут сейчас расселять из отдаленных сел в более крупные населенные пункты, мне кажется, это то самое и и происходит. Я, может быть, я фантазирую. У меня нет уверенности. У меня нет возможности, как у ФСБшников, каких-нибудь прослушать, о чем там переговариваются те или иные представители нашей элитки. Но когда вице-премьер приезжает, и вместо критики губернатора, который непонятно куда потратил бабки на тушение лесных пожаров, когда этот губернатор получает похвалу, какой молодец, спас село, вы знаете, у меня подобные рассуждения только крепнут. Лесопожарная обстановка остается сложной. Упрощать здесь что-то нельзя. Опасность полностью не прошла. Есть еще населенные пункты, близко к которым находятся очаги пожаров. Ну, вообще-то, да, лесные пожары не только остаются большой проблемой, они усиливаются. К середине сентября мы ожидаем еще большего ухудшения ситуации. Люди не могут ни одно дерево спилить, если не получат лесопорубочные билеты. Получить лесопорубочные билеты – дело почти безнадежное. Надо это исправить в самые кратчайшие сроки. Владимир Путин принял решение дополнительно выделить на противопожарные мероприятия 8 миллиардов рублей. А 8 миллионов гектаров леса сгоревшего вы как вернете? Это более чем в два раза увеличит объем средств, направленных на противопожарные мероприятия. Я правильно понимаю? То есть у каждого сотрудника лесоохраны теперь будет не одна, а две лопаты. Ведь 8 миллиардов рублей – это как раз хватит, чтобы купить каждому по две лопаты, по красивому спецкостюму, по касочке, по палаточке будут у них там. Ну, это все звучит как издевательство. Механизмы. С точки зрения того, кто отвечает, когда пожар вышел на федеральный уровень, его нет. Вот сейчас отвечает Айсен Сергеевич. Но Айсен Сергеевич один. Пожалеем его. Если бы здесь сейчас не было министерства чрезвычайной ситуации, не было бы армейских подразделений, мы просто не справились. Вопрос. Почему губернатор Айсен Николаев не запросил помощь армии, не запросил помощь МЧС в начале лета, когда ситуация уже начала выходить из-под контроля? Это же было очевидно. И только в августе они подключились к этому вопросу. Когда, да, ситуация вышла на федеральный уровень. Вы знаете, всякое бывает. И задача чиновника не изображать из себя мачо, супермена, который сам решит все вопросы. Задача чиновника вовремя принять меры, запросить помощь центра. Мы одна страна. МЧС и вооруженные силы у нас федеральные. Если ситуация выходит из-под контроля, нужно было сразу трезвонить во вся колокола. Почему это не было сделано? Да просто плевать на лес. А вось пронесет. Якутянин Айсен Сергеевич Николаев проявил свою полную профнепригодность. Он должен покинуть свой пост. Все склоняемся к тому, что это все-таки полномочия Рослесхоза, что лес беречь должно агентство лесного хозяйства. Тогда надо четко построить и порядок принятия решений и ответственность. Тогда возникнет вопрос об усилении ответственных подразделений. Рослесхоза. Построили новую полосу. У нее есть нормативный срок набора прочности. И если выехать тяжелыми самолетами раньше этого срока, то просто бетон просядет, а там появятся колеи. Нам придется снова все это срывать и класть в новую полосу бетона. Наверное, это тоже не будет хорошим подарком для Якутии, если мы снова начнем работу и угробим кучу бюджетных денег. Деньги для того, чтобы кормить людей, борющихся с огнем, найдем, вне всякого сомнения. То есть еще не нашли. Уже сейчас лесные пожары в разгаре. 15 августа на календаре. Они еще обещают, что обязательно найдем деньги, чтобы кормить людей. Понятно. Айсен Сергеевич сказал, что компания «Алроса», крупнейший российский алмазодобытчик, выделит средства, чтобы построить дома в селе. То есть не государство, а компания будет строить дома. Почему? Пользуясь случаем, хочу сказать руководству компании «Спасибо». Если потребуются дополнительные деньги на выделение компенсации, мы их найдем. Нам надо думать над техникой. Какая техника, какое оборудование, какая должна быть система управления. Поэтому нам сейчас просто всем этим надо заниматься и прорабатывать механизмы наиболее быстрых и эффективных ответов на те угрозы, которые возникают у жителей, у людей, которые живут в Орым. Минтранс прямо сообщил, что деньги на субсидии на авиаперелёты Якутии будут выделены. Как мы можем доверять этой власти? Но это же абсолютный идиотизм. Это профнепригодность. Это отсутствие внятных ответов на самые простые вопросы. Когда будет жильё у людей? Нерешение. Жильё. Когда люди, которые сейчас потеряли всё, получат свои четыре угла, и крышу над головой, через месяц уже начнутся заморозки. Не бойтесь, решение примут 15 октября. Понятно, да? Люди сейчас, около пяти тысяч человек, простых местных жителей, не госслужащих, не чиновников, не военных, не МЧСовцев, обычные местные жители борются с огнём, лопатами, кирками, топорами, бензопилами. Их даже кормить ещё не начали. Вы подождите, мы обязательно найдём деньги, чтобы их кормить. Это вообще как? Техника. Вот сейчас Якутия сгорела, сейчас мы подумаем и выделим, найдём, правда, ещё не выделили, но обязательно подождите, мы выделим ещё 8 миллиардов рублей. Когда я слышу подобные разговоры, подобное интервью, мне очень хочется стать руководителем государства и отправить их на каторгу в колонию-поселение, чтобы они сами валили лес, защищали его от пожаров, чтобы они шили палатки для лесоохраны, чтобы они сами на своей шкуре прочувствовали, а что это вообще такое было, чему они подвергли простых людей. И питание, питание в колонии для чиновников будет сокращено до минимума. Помните, как нам объясняли? Подумайте о своём здоровье, говорили они. Кушайте поменьше, это полезно. Лечебное голодание. Знаете, это просто за гранью. Здесь никакие комментарии недопустимы. Вот любой человек, у которого есть голова на плечах, он бы просто не допустил публикацию подобного интервью. Это позор для любого адекватного человека. Понятно, это позор для Трутнева, это позор для губернатора Николаева, это позор для армии, для МЧС, для Путина, для всех. Но нет, они гордо и бодро рассказывают об этом на федеральном телевидении. Россия 24 рассказывает, сам Юрий Трутнев разрулил вопрос. Нет, он пообещал, что надо ещё подождать, и тогда мы вот подождём, когда Сибирь вся сгорит, Дальний Восток сгорит, и, может быть, наверное, мы обязательно примем все меры. Мне интересно, они поднимают вопросы о чёрных лесорубах? Они поднимают вопросы о том, а как это так вышло, что такое рекордное количество очагов возгораний? То есть понятно, что если пожар возник, он движется по региону, это серьёзная проблема. Но ведь возникают отдельные очаги. Там что, везде сухие грозы возникают до сих пор? Всё лето сухие грозы у них. Что происходит в регионе? Кто поджигает леса? Вопрос повисает в воздухе, власть не собирается на него отвечать. Может быть, они в доле? Скорее всего, так. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. И помните, какие разработки были ещё в 70-х годах в Советском Союзе. И где все эти разработки? Хороший вопрос, не правда ли? Только вместе мы силам, только вместе мы прорвёмся и победим. Спасибо, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова